МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что? Запрещен, например, наркотики, оружие, деньги. Какие? Кырка. Соль, кристаллы? Соль, кристаллы. Количество? 100. 100 грамм или 100 сверков? 100 сверков, 100 грамм в обществе. Для какой цели? Для сбытности от артерии? Да. Ну, получается, да. По месту жительства фигурантки обнаружена емкость с аналогичным веществом массой почти 800 граммов, что относится к особо крупному размеру. Возбуждены уголовные дела. Фигурантке грозит срок вплоть до пожизненного. Задержанная заключена под стражу. Оперативники устанавливают каналы поступления наркотика в наш регион. Вечером 4 августа двое 14-летних подростков проникли на территорию заброшенного здания общежития на улице Куйбышева, города Вышний Волочок. Находясь внутри здания, мальчики упали с третьего этажа, получив травмы грудной клетки и ссадины тела и лица. С полученными травмами несовершеннолетние доставлены в районную больницу. В ходе проверки будет дана оценка действиям собственника помещения, законных представителей, а также органов и учреждений системы профилактики по организации занятости несовершеннолетних в период летних каникул и предупреждении их травматизма. Ход и результаты процессуальной проверки, организованные по данному факту, находятся на контроле надзорного ведомства. А это видео из Завожского района Твери. На улице Екатерины Фарафоновой в руках ребенка взорвалась игрушечная граната. Предварительно установлено, что дети активировали спортивный снаряд для игры в страйкбол, игровая граната. Которая ранее приобрел ребенка его дедушка. Одному мальчику оказана медицинская помощь. Угрозы жизни и здоровью нет. В ходе проверки будет дана оценка действиям законных представителей, органов и учреждений системы профилактики по организации занятости несовершеннолетних в период летних каникул и предупреждению их травматизма. Ход и результаты процессуальной проверки, организованные по данному факту, находятся на контроле надзорного ведомства. В региональном следственном комитете возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, который, по данным следствия, 2 августа избил прохожего подростка на набережной Степана Разина. Избиение снимали на видео приятели подростка. Проверку по этому делу проводит и прокуратура Центрального района. 3 августа сотрудники пожарно-спасательной части номер 11 деблокировали двух пострадавших в ДТП в районе деревни Барки Киморского муниципального округа и передали пострадавших медикам. 37-летний водитель Тойота в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением, и машина вылетела в кювет. Сотрудникам МЧС пришлось деблокировать двери, чтобы достать водителя и 41-летнего пассажира. Пассажир получил перелом основания черепа и вскоре в реанимации скончался. За период с 29 июля по 4 августа 2024 года на территории Верхневолжья сотрудникам МЧС России ликвидировано 46 пожаров, в которых, к сожалению, погиб один человек и один был травмирован. Хотелось бы отметить пожар в заброшенном здании в городе Висегонск на улице Карла Маркса. В результате пожара строение уничтожено полностью. Пострадавших нет, причина сгорания устанавливается. Пожар ликвидировали огнеборцы пожарно-спасательной части номер 27. Также за отчетный период пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 25 человек. За неделю на водных объектах Верхневолжья погиб один человек. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефону 01, с сотых телефонов 101-112. Телефон доверия Главного управления МЧС России по Тверской области 848-22-39-99-99.